Привет, друзья! Видео-марафон, посвященный играм, которые можно приобрести всего за 100 рублей, продолжается. Я собрал для вас топ лучших игр, которые помогут вам окунуться в захватывающие приключения, без надобности тратить большие деньги. Но сразу напомню, что все эти игры по 100 рублей приобретаются в магазинах, ссылки на которые найдете в описании. Итак, давайте приступим к перечню игр, которые не требуют больших вложений, а впечатлений оставляют масса. State of Mind – довольно интересная в исполнении и наполненная увлекательной линией сюжета игра, где ты будешь разгадывать многочисленные, покрытые мрачной пеленой тайны. С самого начала тебе стоит познакомиться с главным героем, роль которого ты и сыграешь. Ты станешь самой настоящей жертвой технического мирового прогресса, который повлек за собой массу проблем и неурядиц. Отправляйся в будущее, а именно в 2054 год, год, когда человечество достигло пика в науке, но не учло массу деталей и теперь находится под угрозой вымирания. Также стоит отметить, что с прогрессом были практически уничтожены все земельные ресурсы, и теперь человечеству грозит очень большая опасность, вплоть до уничтожения. Еще одна проблема заключается в существах, которые отныне развиты настолько, что их не отличить от человека, и поэтому они массово решили уничтожать всех представителей человеческого рода. И именно в подобного рода ситуации тебе предстоит выживать, проходя многочисленные испытания и на каждом шагу сталкиваться с угрозой для своей жизни. Mabel and the Wood – приключенческий проект в стиле аркады, где ты отправишься на борьбу с силами зла и постараешься не потратить ни капельки крови. Врагов будет масса, и ты должен одолеть их своей силой и смекалкой, обхитрив и уничтожив безжалостно. Ты возьмешься за исполнение роли главной героини, особенная и очень отважная девчонка по имени Mabel, которая обладает бесстрашием и намерена истребить с лица земли всех, кто посмеет принять сторону зла. Жанр подразумевает отчаянную борьбу с противником с помощью собственных сил, но здесь тебе необходимо прибегнуть именно к логическому мышлению, дабы справиться со всеми испытаниями, что ждут тебя на пути к цели. Грозный противник не дремлет и готов в любой момент лишить тебя жизни. Древнее зло пробудилось, и только ты сумеешь его одолеть. Служители культа воскресили тебя специально для этой важной миссии. На твои плечи возлагается огромная ответственность за жизни всего мира. Ты станешь полноценной частью мрачного фэнтезийного мира и постараешься принести в него хоть капельку света. Steel Rats. Гоночная аркада с элементами шутера, где тебе предстоит в полной мере почувствовать себя частью мощной байкерской команды. История расскажет тебе о вторжении роботов на территорию нашей планеты, с которыми ты и будешь вести ожесточенную борьбу. Отправляйся в далекое и максимально динамичное путешествие, в котором ты будешь противостоять разрушению планеты, стараясь устранить как можно больше сторонников вражеских сил. Ты попадаешь в ретро-футуристический город, где и будут происходить основные действия. Тебя ждут динамичные сражения, гонки на огромной скорости и беспощадные перестрелки с соперниками. Применяй для достижения цели различные боевые приемы и трюки, которые позволят тебе сразить на повал огромное количество врагов. Твоим главным орудием в этой фантастической схватке будет твой байк, который ты должен держать всегда в строю, а также стараться всесторонне его улучшать. Принимай участие в ближнем бою, а затем отправляйся на максимальной скорости в безумную битву с роботами. В твоей банде будет 4 человека, каждый из которых наделен особыми навыками и умениями, которые смогут здорово пригодиться в той или иной возникшей ситуации. This is the police. Интересная игра в жанре приключения, где тебе предстоит сыграть роль отважного полицейского по имени Джек, которому уже 60 лет. Прошло немного времени и твой главный герой узнает, что до пенсии ему осталось всего полгода, а он так любит свою работу, что не желает с нее уходить. Ты понимаешь, что за всю жизнь практически ничего не заработал, а для этого необходимо продумать план действия, чтобы обеспечить себе хорошую старость. Ровно полгода этот срок отведен тебе до того, чтобы удовлетворить все свои желания и заработать достаточную сумму денег. Но чтобы заработать желаемые полмиллиона, придется встать на путь нарушения закона, крышуя проституцию и заключая выгодные сделки со сторонниками преступного мира, особенно с мафией. Здесь необходимо быть максимально осторожным и внимательным, чтобы не быть замеченным в содеянном. Одна единственная ошибка может посадить тебя за решетку до конца твоих дней, поэтому будь аккуратен. Medieval Kingdom Wars. Набиравшая популярность игра, разработанная в жанре стратегии, где ты будешь строить свою карьеру на феерических победах в баталиях со своими соперниками. Графика в игре на достаточно хорошем уровне. На таком же уровне исполнен и весь игровой процесс в целом. Здесь ты станешь самым настоящим средневековым правителем, который возьмет под свой контроль целое государство. Тебе нужно поднять империю с колен, где давно нарушена экономика, преобладает преступность, а жители давно покинули свои дома. Тебе предстоит с самого нуля воздвигать к вершине свое царство, чтобы оно процветало и было под хорошей защитой. А для этого нужно приложить массу усилий. Развивай экономику и восстанавливай сельское хозяйство, а также займись развитием хороших, взаимовыгодных отношений с другими государствами. Создай мощную армию и обеспечивай ее всем необходимым для того, чтобы одерживать победу одну за другой. Нужно тщательно планировать тактику, чтобы быть на первых местах среди развитых империй. Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate HD Приключенческая игра в жанре экшена. Игра предстоит за трех членов семьи Бельмонтов. Габриэля, его сына Тревора и внука Саймона, того самого с первых легендарных частей серии. Также под управление попадает и Алукар. Основное оружие наших бравых ребят это боевой крест и темная боль. Снаряжение можно улучшать по ходу сюжета. Повествование стартует с времен, когда шестилетний Саймон остается без родителей. Их убивает коварный Дракула, чудом не убивший главного героя. Его потерянного и одинокого находят горные люди. У них отпрыск Бельмонтов растет и мужает каждую минуту, закаляя свой разум и мышцы постоянными тренировками и не забывает держать в уме то, как поступил с его родителями князь Тьмы. От отца ему остался только осколок магического зеркала, который приведет протагониста к его цели, так называемому Дракону. Исследуй замок графа Дракулы, находи скрытые тайники, используй свыше 30 боевых приемов, заклятий и дополнительных видов оружия на пути к вашей цели. А вот еще что. Для хардкорных геймеров здесь присутствует режим гонка за боссами. Crash Day Redline Edition Некое переиздание игрового проекта в стиле гонок, где ты отправишься на самые настоящие сопротивления и сразишься с мировыми чемпионами, чтобы доказать свой профессионализм. Здесь, чтобы победить, недостаточно разгоняться до самой максимальной скорости. Здесь потребуется еще и уметь хорошо стрелять. Данное обновленное издание понесло за собой массу изменений, как в плане графики, так и в плане всего игрового процесса. Также был добавлен улучшенный игровой контент и масса современных модификаций. Перед тобой открывается огромный мир с массой возможностей, где в распоряжение попадает сразу семь разных игровых режимов, каждый из которых уникален в своем исполнении. Окунись в самое настоящее безумие, истреби всех своих противников и стань мировым чемпионом. Kraken Academy Это приключенческий проект, в котором ваш герой – талантливый студент Академии с необычным именем. Это учебное заведение выпускает настоящих героев, отважных воинов, готовых спасти мир от всех угроз и опасностей. Однажды на Академию нападает опасный враг, который полностью разрушает все здания и учебные корпуса. Так получилось, что ваш персонаж оказался во временной петле за несколько дней до вторжения. Теперь у вас есть три дня, чтобы попытаться предотвратить атаку и придумать способ уничтожения злостного гения. Вам предстоит действовать в ограниченном районе студенческого городка, где будут происходить основные события. Вы будете исследовать окрестности, знакомиться с другими студентами и преподавателями, выполняя различные задания. Вам предстоит завести влиятельных друзей, которые помогут предотвратить глобальную угрозу. Преодолевайте препятствия и трудности, раскрывайте секреты и разоплачайте предателей. Вас ждет напряженная финальная битва, в которой вы должны подготовиться, чтобы спасти этот мир. HellPie это аркадный платформер с элементами экшена, в котором мы погружаемся в немного сумасшедший и непредсказуемый мир. Вы возьмете на себя роль довольно необычного персонажа, демона по имени Нейт, который полностью воплощает восьмой смертный грех и ничем не интересуется. Теперь сатаны близок, и вы отправляетесь в путешествие со своим верным спутником, исследуя множество мест и собирая необходимые ингредиенты для самого мерзкого из пирогов. Геймплей основан на предметах из 2000-х годов, поскольку мы должны преодолеть трудности и раскрывать секреты на большом количестве уровней различной сложности. Важно продолжать развивать свои навыки в игре, ведь чем больше вы продвигаетесь, тем сложнее будет выполнять то или иное задание. Графика была переработана на современный лад того времени, с классными рисунками и приятной анимацией, которая порадует поклонников данного жанра. Хардвест Сюжетная тактическая стратегия, действия которой происходят на Диком Западе. Возьмитесь за управление героем, который не пощадит тех, кто причинял боль ему и его близким. В игре столкнется обычный мир и демоны, митические культы и темная сила. Вы будете путешествовать по большому миру, сражаясь с врагами и находя подсказки, как остановить зло. Игроки будут следовать сюжету, имеющему альтернативные концовки, более 15 различных персонажей, множество врагов и красочные локации. В каждой миссии игрок попадает на небольшую область, на которой может сделать все, что захочет. Обычно такая территория состоит из пары зданий, улицы или равнинных пустыней. Каждый уровень имеет кучу объектов и предметов, с которыми можно взаимодействовать. Прячьтесь от пуль врага за укрытиями, используйте ящики и большие предметы. Чтобы убивать оппонентов, стреляйте рикошетами и убивайте оппонентов так, чтобы вас даже никто не видел. За историю сюжета вы встретите много красочных персонажей и поучаствуйте в диалогах, в которых сможете выбирать реплики, влияющие на дальнейшее прохождение. Нанимайте новых людей в банду, экспериментируйте с оружием и открывайте способности темной силы у главного героя. Только вам решать, как использовать ходы на карте. Вступайте в перестрелку с врагами, либо перемещайтесь по области тихо и незаметно, устраняя противников. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok